Ну, во-первых, год закончился довольно кончено с того, что космическая компания просто не заплатила мне за работу. В итоге просто аргументирую какими-то дзикими комментариями, неоправданными об этом позже. И в этом ролике я понял, что я хочу с вами поделиться вообще о своей возможности зарабатывать, о том, как мне сложно было найти вообще себя в плане, чем я хочу заниматься, и вообще в целом немножко рассказать о том, как мне наебали на деньги. Ставь лайк за натуральность. Нет. От правила. О, грау! До Нотелла. Но это не веселые пятницы. Пока. Гениально. Сейчас на мне телефон, но я уже ходит 3 минуты. Чем издалека маленький юный Геворг не знал, чем он хочет заниматься. Все это время он просто рисовал, и через какое-то время он понял, что, блин, за рисунки никто не платит. Просто так, ну, типа, странно. Что за хрень? Ладно. Первое, что пришло в мой воспаленный детский мозг, это то, что нужно рисовать чьих-то бабушек, дедушек и сестер, братьев, девушек на дни рождения. И тогда, возможно, люди будут платить тебе за это деньги. Живя с родителями, я рисовал всякую херню на дни рождения. Ну, знаете, там, типа, красиво расписать акварелью, чью-нибудь бабушку с розами. Ну, типа, бабушку зовут Роза, чувствуете, Роза рядом. Ну, вот это все. И за это платили, там, типа, 300-400 рублей. Тогда мне казалось, что это неебические деньги, и я просто король. А вообще, в третьем классе у меня был свой маленький бизнес, для тех, кто не в курсе. Тогда армянские корни дали знать себе, и я рисовал тоже, и продавал это за 5 рублей. В третьем классе, представляете, 5 рублей. У-у-у-у! Я тогда зарабатывал на пирожке в буфете больше, чем сама буфетщица. Но потом, пятому классу одна сучка прохавала эту тему и просто набрала на зеркало, знаете, из детских журналов, отзеркаливала всяких диснеевских героев, которые я рисовала от руки просто так. Потом начала их продавать по 3 рубля. Начала просто топить мои цены. На рынке появилась более дешевая звезда, и люди начали покупать у нее. Ну, не люди, а школьники. Так я потерял свой бизнес. Шокирующая история, скандал, интрига, расследование. Да. В 11 классе я начал рисовать чужие портреты за денежку. Я тогда дико увлекался акварелью. Я забыл, как это называется. Живопись. Я очень любила живопись, несмотря на то, что у меня была четверка, и это испортило мой красный диплом в художественной школе. Спасибо, директорица. Но, с другой стороны, это был классный мотиватор, потому что, когда она мне поставила 4, я такой, типа, ах ты стерва! Я думала, у меня 5. Она такая, недостаточно 5. Это 4. А ты как 5 с минуса. Я такой, ну ладно, будем стараться еще. Ну, первые полгода я обиделась, остальные полгода я отрицала, так факт. Ну, а через ровно год, да, я старалась еще больше. Ну, так вот. Через какое-то время я понял, что меня тошнит от чужих лиц, от того, что я рисую портреты чьих-то девушек, баб и мамочек. И я хочу рисовать то, что я хочу, и чтобы мне за это платили деньги. Ну, вот. А потом я просто прогуглил ник Сафронов и понял, что нет, мне это не светит. Через какое-то время, по-моему, первый курс или второй курс, я не знаю, как я вышел на этих людей, но в общем. Я начал как аниматор сидеть с детьми за деньги. И я сидел 8 часов за 1200 рублей в Москве. Напоминаю, на тот момент я жил у родителей. И где-то рублей 200 туда, на электричке, приехать из Москвы, ну, в Москву. И рублей 200 обратно, это уже 400 рублей. Плюс пожрать еще 200 рублей. В общем, я зарабатывал за эти 8 часов. Собственно, ничего, мне кажется. Потому что это была большая трата времени. 8 часов сидеть с чужими детьми, учить их рисовать и просто играться с ними, чтобы они не разбежались по ресторану. Окей. На тот момент это была единственная возможность для меня. Эта работа у меня была по выходным, поэтому в какой-то момент я начал прогуливать второй вуз. Ходить только первый, который у меня был очный по будням. И... Тогда мне казалось, что я просто зарабатываю неебические деньги. Несколько месяцев такой работы я начал отдавать часть денег маме. Хотя, казалось бы, часть чего? Денег-то по факту, ну, как бы не было. И, короче... Какой-то прекрасный момент в мою жизнь вошла косметика, YouTube, Лена Крыгина, очень много иностранных блогеров, францухи. И я понял, что... Damn. Мне нужны деньги, больше денег, чтобы купить косметику. Потому что все, что я заработал, невозможно купить косметику на этом. И в какой-то момент я просто работать на разных друзьяшных съемках, типа так, 100 рублей, всякую какую-то херню рисовал на лице. В этот момент я понял, что я просто не выдерживаю. И мне срочно нужно попробовать весь этот гребаный косметоз. И, соответственно, я устроился визажистом, консультантом в магазин Ильдебате. Ильдебате европейский. Ну и, конечно же, спойлер. Ненавижу европейский всем сердцем. Европейский. По-прежнему на работу я ехал в электричке. Два часа туда, два часа обратно до Курского вокзала. Супер. И, конечно, так уж получилось, что зарплата там была где-то 30 тысяч. И бонус сверху, если я выполняю план. Агентство, которое предоставляло мне работу, полгода просто меня наебывало на то, что я не выполняю план, хотя я выходил все свои будни. И также один какой-нибудь свой выходной, это суббота или воскресенье, чтобы перевыполнить план и получить денежку. Но, конечно, агентство считало, что оно умнее меня. И просто где-то месяца 4 мне не выдавало мой бонус. То есть дополнительные денежки. Я просто на голом авансе работал. Было суперинтересно, весело. Спасибо за этот опыт. Люблю целую. В один прекрасный день. Я просто позвонил начальнице и сказал, что... Нет, я вам вру. Мне позвонила сначала начальница и сказала, слушай, а что-то ты как-то не особо заинтересован больше работать или что? Мне девочки передали. И я ей сказал, что да, ну, типа, я могу где угодно работать. Ваша работа говно. Мне нужны деньги. Ну, типа, я не хочу тратить свое время. То есть какое-то время мне дали возможность заработать больше. Перевели в ЦУМ. Я там работал. И там я работал визажистом-консультантом, наверное, больше года или чуть меньше двух лет. Как-то так. Ну, во-первых, год закончился довольно кончено с того, что космическая компания просто не заплатила мне за работу. И на данный момент я четко знаю, что самое дорогое, что у меня есть, это время. И, к сожалению, я потратила огромное количество своего времени, делая реально классные картинки для косметического бренда за денежку. И сейчас, когда год закончился, мне последнее сообщение было, что компания не готова мне платить за эту работу, которая была выполнена в сентябре, исходя из того, что в посте не указан их продукт. Что, блядь? И что продукт в расфокусе. Какого хера я это узнаю в декабре, когда пост был сделан в сентябре? В октябре моему менеджеру человек из агентства отвечал, что да-да, мы связались с бухгалтерией за вашу работу, за то, что ты нанял фотографа, за то, что я, блядь, обесцветил себе брови для этой фотографии по-настоящему, за то, что я придумал контент, за то, что до этого я попробовал продукт, и именно этот бальзам с единорожкой мне безумно понравился. Сейчас я не трачу свои нервы. Но до конца декабря я постоянно находился в состоянии, когда, знаете, ты закладываешь пальчик, чтобы не забыть о том, что тебе компания должна заплатить денег, ты потратил свое время, ты уже заплатил фотографу, ты заплатил команде, и сейчас ты просто ждешь своих денег, как за этих этих отеков. А тебе просто последним сообщением приходит на почту письмо, что, как мы ранее уже говорили, возьмите другую рекламу, возьмите другой продукт, у нас он новый выходит, сделайте ему рекламу, а за это мы платить не будем, мы за новое будем платить. Простите, простите. Небольшое послание для юных, дерзких, резких и прекрасных блогеров, которые хотят в дальнейшем работать на коммерческой основе. С многими брендами не надо вестись на глупые сообщения, когда компания тебе пишет «Нам так нравятся ваши работы, ля-ля-ля, пятое-десятое». Я подумал, как лохушка, что бренды действительно нравятся мои работы, они действительно с ними знакомы, они знают, что я не делаю дешманскую, дешевую, наигранную рекламу, и если мне не понравятся продукты, я его не рекламирую, я не делаю вот эту вот херню, типа «Баночка полностью видна, идеально?» Если для кадра мне нужно, чтобы банка была где-то за мной или в расфокусе, и я хочу показать целостную картинку по композиции, я так и сделаю. И мне наплевать на это. И, к сожалению, я как реально, знаете, как маленький ребенок, которому сказали «Ты такой классный, пойдем со мной!» И это незнакомый дяденька, и ты пошел за ним. Просто поведясь на это, как идиот. Я подумал почему-то, что компания знакома с моим контентом, знакома с тем, что я делаю, и это абсолютно нормально, что я могу выложить так, могу выложить так. В первую очередь, бренд указан, указан продукт, поставлены хэштеги, условия. А бренд сразу же после этого выложил картинку к себе, то есть она им понравилась, они были в восторге. И сейчас, в конце декабря, в итоге я узнаю, что А. И мне понравилась моя работа. Б. Мне нужно сделать рекламу на новый продукт, который я не пробовал, и я даже не знаю, что это за продукт. Может быть, он такой же говеный, как классические бальзамы с ментолом, которые я, кстати, не люблю. И С. Типа, а вот за это мы тебе заплатим. Прости. А кто так работает? Представляете, ваша мама такая приходит, такая, ну вот, ты знаешь, до февраля не заплатили, но сказали, что вот за следующий месяц мне придет зарплата. Это круто. Что? Что за хрень? Вы себе серьезно? Я просто в шоке от общения этого агентства. Я не знаю, прямые это представители бренда или нет, но это очень хуевое общение. я не люблю все эти вот вымышленные какие-то споры, шестрицать глаз от косметики, еще что-то. Я с вами делюсь по факту. Мне понравился продукт. Я сделал классный, творческий образ. Компания одобрила. Компания взяла эту картинку себе, в восторгах ее использовала и обещала заплатить. сейчас я узнаю, что все очень плохо. Я сделал откровенно говенную рекламу и мне не хотят за это платить. Но с радостью хотят прислать другой продукт, чтобы я сделал рекламу на него. Чувствуете, чем запахло? Не-не-не, это не запахло пиздежью. И это очень грустно. Я хочу с вами об этом поделиться, потому что я сейчас не ною о том, что мне не заплатили. Да, сумма, возможно, крупная. Возможно. Возможно, это даже чьи-то четыре зарплаты. Но я ценю свое время и официально больше тратить свое время для этого бренда не собираюсь. Мне действительно сейчас не хватает свободного времени и это самое дорогое. Поэтому для меня этот бренд отправляется полностью в мусорку и в черный список. Больше никогда я им не буду пользоваться. Я не заставляю вас этим же заниматься. Я не заставляю, не агитирую. Это ваш личный выбор. Сейчас в этом ролике я просто делюсь своим мнением и с той ситуацией, с которой я столкнулся. Я не агитирую, бойкотировать, я не агитирую чего-то как-то там. Я надеюсь, что мой зритель взрослый, мысленно, ну, как это называется? Девечка? Нет. Ну, типа, я надеюсь, что вы умные, классные и прекрасно все понимаете. я надеюсь, что это послужит для вас уроком, если вы хотите зарабатывать и не всегда цените свое свободное время. В какой-то момент просто вас могут наебать. Как это было у меня, когда я работал консультантом в магазине, мне не додавали бонусы. Для чего я это все рассказываю? Наверное, можно было закрыть на это все глаза, устроить какой-то глобальный скандал или еще что-то. Нет. Я этого не хочу. Я хочу с вами этим поделиться, потому что я зарабатываю сам свои деньги. Мои родители, к сожалению, меня не спонсируют и даже больше сейчас я их спонсирую. И получается так, что я вижу всех этих юных блогеров, всех этих девочек и мальчиков, которые классные. они реально классные. Я бы хотела им помогать, развивать их с помощью конкурсов, еще что-то, упоминания своих сторис. Но я вижу, насколько плохо и насколько по-детски наивно они воспринимают коммерцию. И такие компании, например, как вот эта компания, которая кинула меня на деньги, будет кидать их на деньги. И, к сожалению, много ребят будут выполнять свою работу, классно выполнять свою работу, красиво краситься, обесцвечивать, блядь, свои брови. И реально стараться делать классные картинки в надежде за то, что им в самом начале сказали, что у тебя очень классный контент, мы хотим у тебя купить рекламу. И ты, как лохушка, просто повелась на это, сделала, не делая никакого договора. К сожалению, твой менеджер не смог выбить из этих недобросовестных людей денежку за твою работу. И сейчас ты просто пролетаешь. Люблю. В общем, что могу сказать? На этом красивом фоне фокус на меня. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было полезно узнать о том, как порой можно лохануться. Даже в том положении, в каком я. Спойлер, я не беременный. Вот. И что могу сказать? Могу сказать, что развивайтесь, старайтесь и цените свое время и свой труд. Не делайте бесплатно то, что стоит денег. Мне кажется, нужно было продавать свои рисунки в школе не за 5 рублей, а за 10. Я ненавижу эту суку Катю, которая все-таки сломала мой бизнес. С вами был Георг. Пока-пока. Хорошего дня и вечера. Сияйте. Сидят на мне телефон, но я уже более 3 месяца поздравляю на спорте, как и мировой. Я не могу вставить до меня. Следующая вещь, которую я люблю и не найду одного дня.